Второе октября. Делать выбор. В моей шкатулке лежит пара золотых сережек. Они маленькие и не очень дорогие. Я храню их там в натяжке, что однажды смогу вернуть владелице, моей дочери, когда она будет чиста и на правильном пути. Они хранятся у меня уже больше года. Интересно, смогу ли я когда-нибудь их оттуда достать? Я надеюсь на это. С тех пор, как пришла в Наранон, я уже не настолько одержима мыслями о наркомании дочери, как это было год тому назад. Но я все равно думаю о ней и хочу вернуть в свою жизнь ту дочь, которую знала раньше, до наркотиков. Однажды дочь позвонила мне и попросила купить ей одеяло. Я подумала, почему нет? Даже если оно будет у нее всего ночь или две, пока его не украдет еще какой-нибудь наркоман, и то хорошо. Когда мы покупали одеяло, я попыталась убедить ее обратиться за помощью к специалистам. Я сказала ей, что давно уже не пытаюсь понять, почему она употребляет наркотики, но у меня в голове не укладывается, как это она уже больше года живет на улице. Дочь ответила, что ей не нужна помощь, но она хочет вернуться домой. И хотя это разрывало мне сердце, но я сказала, что она не может вернуться домой, пока употребляет наркотики и отказывается от помощи. Я оказалась способна установить эту границу только благодаря тому, что узнала о Нараноне. Перед тем, как выйти из машины, дочь поинтересовалась, у меня ли еще ее сережки. Я уехала уверенностью, что приняла правильное решение. Я в порядке, только очень скучаю по дочери. Размышления на сегодня. Я изучаю программу Наранона, которая помогает мне продолжать жить своей жизнью. Наранон учит меня делать мой собственный выбор и принимать мои собственные решения. И именно я отвечаю за их последствия. Цитата. Ты должен делать то, что кажется невозможным. Элеонора Рузвельт. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok